так давай вот сюда вот не было да здесь был забор такой глухой и невозможно было пройти не было да сейчас как раз посмотрим лёша вчера спрашивал какого года эта шахта сейчас мы посмотрим это была главная шахта вот так вот вот написано что это строение стоит как напоминание об индустрии которая правила индустриальной революции и сформировала жизни целых поколений этот сайт был добывали здесь угол уголь больше ста семидесяти лет пока наконец она не закрылась девяносто первом году то есть девяносто первом году закрылась считает сколько там 30 лет не 30 сколько 30 лет назад сегодня вот это вот крутильная и там где мотор дом вот это дом видимо это где был мотор и где поднималась крутилась что-то видимо но они когда-то вот были частью вот это вот комплекса вот это все что осталось то есть здесь видимо были еще какие-то строения ну пойдемте вот смотри как она выглядела видишь посмотри и свежие было в строениях осталось только вот этот вот да и вот этот дом вот этот дом и и вот эта штука а здесь и что было вот это все ну вот и и закрыли девяносто первом году вот посмотри видишь здесь вот дом был офис из вон написано какой-то field of и store винишь написано а сам стейшен какой-то вайнер вот вайнер вот это вот видимо то что осталось ну не знаю не чтоб не ходили там а смотри как фотография картинка как лишь добывали с поверхности до добывали сначала уголь с поверхности написано какое-то здание написано купола я не знаю что купола ну пойдем дальше посмотрим что там есть поехали здесь такой организовали стоянку не знаю правда на нее вход закрыт на машине сюда не подъехать ну наверно для автобусов для школьных может быть автобусов сейчас подойдем к самому этому зданию вот здесь вот видимо стояли еще здание другие но их убрали снесли по какой-то причине патч war history of money in bands вы так я вам не буду дальше переводить вот кому интересно останавливайте и переводите ладно немножко глубокое добывание угля значит здесь было в 1830 году последний последний раз как бы она была открыта девяносто первом году ну все то же самое короче говоря кому очень интересно вот останавливайте видео и переводите говорила лёша что не лази сюда здесь опасно смотри ну потому что чему потому что когда здесь было закрыто забором до здесь здание стояли но когда здесь было закрыто тут специально закрыли глухим забором чтоб никто здесь не лазил никакие тинейджер никакие такая молодежь не знаю провалишься там куда-нибудь помнишь около нас дом около нашего дома была стройка и там мальчик восьмилетний буквально год назад гулял где не надо и его он провалился в какую-то трубу на арматуру наткнулся и все и умер к утру только его нашли рабочие когда пришли на работу и обнаружили вот так вот поэтому смотри мишань видишь здесь заложено кирпичом не знаю видно вам нет вот такая арка она заложена кирпичом видимо туда въезжали какие-то вагоны что-то туда въезжала здесь наверно рельсы были по идее наверно рельсы были он там дорога по которой мы шли то есть жахта находится в такой низине небольшой такое старинное здание конечно тут зарисовано но всяким граффити о какая пристройка интересная камень до сейчас я двоих сразу не слышу что миша да и вон царе куски видишь отламываются от от кирпича откуда он отламывается не пойму что да ну вот видишь дверь фиша на закрыта это не просто дверь а железная такая как железная то есть специально чтобы никто не прошел что в этих дырках не знаю может быть оттуда шли какие-нибудь и трубы из которых что-то выходило вешал там труба есть может здесь тоже труба была марима там наверху окна заложен кирпичом видишь ну да не весь закрыли замуровали это здание здесь вон такие железные двери чтобы наверно и залезли не знаю смотри вон лишь это видимо рельсы были действительно какие-то что-то я даже не знаю что это такое было да ну ты видишь заложили кирпичом он лишь бим железный бим такой этот ну здесь закрыли да здесь видишь дверь и железная царе и заварили видишь чтобы даже никто не открыл никогда ой собака посмотри что с этой до коляску миш при кати сюда вот с этой стороны вот так вот интересно смотрите сама строкче как это скелет как бы дома и железо и кирпич такой интересный там видимо мост по которому переходили из одного здания в другое я так понимаю одна была уайнзе то есть что-то крут крутилась что так как бы накручивалась что ли а второй был engine мотор то есть я так понимаю вон там видишь то что крутится может это не имели ввиду то что крутится здесь ну я не знаю как забрались то смотри что написано лёша прочитай нам что здесь написано иди сюда так что было слышно читай что чтоб не рисовали ну написано же вон barnesley метрополитен этот самый мэрия barnesley чтобы не рисовали ну я думаю что они периодически здесь чистят миш тебе холод да возьми в коляске куртку думаю периодически чистят но от этих тинейджеров спаса нет что лишь не знаю как забрались без понятия окна заложены то есть здание замуровано просто то есть туда не как видимо там что-то очень опасное и замуровали чтоб туда даже на жители не могли пробраться посмотрим что здесь мужчина пошел вон туда вот собакой там видимо есть проход по лесу можно посмотрим а вот здесь вот я это точно знаю потому что здесь рельсы есть там дальше в лесу есть рельсы здесь проходили видимо рельсы шли какие-то выезд тоже был все окна заложены в общем вот так вот смотрите здесь такая гладкая да кладка более новая а здесь совсем старинная интересная кусок здания что ли достроили непонятно в общем вот такой вот у нас такая у нас прогулка эти тоже подстрижено все там вот дальше и крапивы всякие бурьян а здесь более-менее подстрижено конечно не очень не такой здесь газон но все равно ну чё пойдемте лёша спрашивает что вот это вот такая железная штука которая входит кстати смотрите прям в здание как рельса не знаю что это такое по нему может быть что-то ехала может быть из этого здания лишь здесь был проход может быть что-то цеплялась и ехала сюда может быть что-то тяжелое вывозили может быть сюда что-то вообще странное здесь такое помещение может быть здесь была стена какая-то вот здесь вот где лишь ты стоишь лесные здания непонятное такое строение какое-то несуразное. Где камера здесь? Где камера? А, точно, смотри, камера есть. Вот на стене, Мишка заметил, смотри. Вон камера в клетке, видишь? Интересно, куда она направлена? Что-то я не поняла. А, она вон туда направлена. И давно она тут? Там нету камеры. Точно, наверное, вот здесь слив, видишь, на крыше слив, наверное, чтобы не залезли. Я так думаю. Это, наверное, единственный слив, что ли? Да, камера. Кто сломан? Может быть, да. Он же, по идее, должен быть донизу. Может быть, его сломали, и поэтому сделали. А, вон еще камера, смотри. А тут по периметру камеры везде. Вот так вот, по периметру камеры в клетках. А знаете, зачем в клетках? Да, чтобы камнем не сбили камеру. Ну, такое интересное место для ребят. Интересное место. Птички чирикают. Интересно, а здесь, с этой стороны, нет, получается, камеры, да? Смотри, Леш, камера сюда направлена, а в другую сторону нет камеры. Странно. Такое, на самом деле, высокое здание. Не знаю, как там кажется вам на экране, но здание какое-то высокое очень. Попробуй. 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 Ты не откроешь, Миша. Смотрите, что, смотрите, что Леша заметил. Если вот так вот встать, вот так вот, дырку видите, и просвет в другой, в другой, ну, вот смотрите, вот так вот раз, видно? Не видно света, вот так свет виден. То есть, с другой стороны стены тоже дырка. Да, Лех? Тоже дырка, которая сюда выходит. Может, там труба какая-то проходила? Оттуда сюда. Не знаю, видно, нет? Вот. Вот, видно? Свет, видите? В дырке. Леша вот спрашивает, что вот в этом вот здании вниз, что ли, да? Лифт там был. Там же шахта, Леша. Шахта же была. Вот она вот, видимо, поднимала. Вот, даже видно, что это лифт. Видишь, нет? Такой железный большой лифт. А это что за клуб такой? Ну, видимо, здесь что-то выезжало, наверное. То, что поднимали из шахты, выезжало. Под нами туннели, да. Под нами туннели. У меня знакомая здесь есть. Кстати, далеко от этого места, где мы сейчас. Но, несмотря на это, Леша, возьми коляску, пожалуйста. Но, несмотря на это, она говорит, что каждый год ее дом опускается на 3, что ли, сантиметра вниз. То есть, и под ней шахты, под домом их шахты. У них тоже старинные такие дома, видно, викторианские, довикторианские. И дом постепенно, вся улица, вот этот весь комплекс, он как-то опускается вниз. Такая вот у него тенденция, что он не разрушается, но как-то там, в общем, проваливается постепенно. Потому что под ними вот эти туннели всякие. Вот так вот. Ну, пойдем. Потом еще придем на шахту, может, погуляем здесь. Может, с Агафьей. Здесь тихое место такое. Тихо. И здесь собак, по-моему, не выгуливают, как мне показалось. Так. Единственное, здесь неудобно идти вдоль этой дороги. То, что надо то на одну сторону, то на другую. Но здесь машин нет. Поэтому, в принципе, не страшно. Здесь нет вот этого тротуара с двух сторон и постоянного. Он то справа, то слева. Да, Леш? Миша говорит, пойдем в лес. Леша говорит, здесь хорошо в пейнтбол играть. Мишенька, мы в лес не пойдем, мы уже там гуляли. В пейнтбол, Леша, ты один раз шариком с краской попадут в тебя, будешь визжать, как девчонка. Знаешь, как больно? Мама играла в пейнтбол. Леша, возьми колясочку. Мы с друзьями, не знаю, там года лет пять назад, не, больше, лет семь, наверное, назад ездили под Шеффилд, под город Шеффилд. Что там было? Больно было. Очень больно. Так больно, что там просто весь в синяках кровавых приезжаешь домой. Так больно, что терпеть аж невозможно. Но это если вблизи в себя выстрелят. Если издалека, то не так больно. Тоже больно, но не так. И если вблизи, то прям под кожей кровь как бы такая, как синяк кровавый. Интересно, конечно. Там разные миссии были. Но есть разные пейнтбол. Ну, может, они не... Не знаю. Не знаю. Мне кажется, они все равно болезненные. Если близко, то больно будет. У нас там были миссии. Две команды были. И мы должны были захватить там здание какое-то, освободить какой-то шалаш. В общем, если в тебя попадали, то ты выходил. ты как бы умирал. У нас тоже так было. Только лезь. Такими. Лезь так. Ну, там не больно. Просто выходил. И там никакие шарики не взяли. Это мне нравилось. А после... Да, ты же еще шарики. У тебя могут... У меня так было. Я все патроны свои использовала. И у меня пустое, оружие пустое. И просто как бы надо было выживать. Да. Без оружия. Так, стой. Переходим дорогу. Здесь у нас скончается. Асфальт, стой. Там, Леш, машина едет. Стой, 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 стой. Интересно было? Интересно, конечно, да. Больно, но интересно. Все в грязи были. Да, да. Пошли. Ну, самое важное, это патроны, что кончатся. Ну, не знаю. Ну, кончатся патроны. У твоих друзей-то есть патроны? Нет, раньше я бы делала, я бы пряталась из зубра. Пряталась? Так у тебя миссия есть. Тебе надо захватить дом. Чего прятаться? Ну, вы бы стирали зубы. Ты платила за патроны. Да, патроны покупаешь. Я сейчас точно не помню, как там... Ты приходишь, снимаешь, по-моему, ружье это, патроны, там, сколько хочешь, покупаешь. Тебе дают такой, как камуфляж такой, одежду, которую можно будет запачкать и обязательно маску, потому что, если ты попадешь вот этим вот шариком в глаз или в висок куда-то, то останешься без глаза или без виска. Так, давайте снова перейдем в дорогу. Смотрите, вот эти рельсы, мы вон там, вот если пойти по этой дорожке, там будет шахта. Ты надо просто показать. И здесь... Миш, подожди секунду. И здесь, видишь, да. Но если вот здесь вот пойти, вот по этой дорожке, то ты выйдешь к шахте, к которой мы сейчас были. А, эти шахты. К этой шахте, да. И вот, пошли, пойдем. Вот такие здесь рельсы, которые непонятно здесь обрываются, непонятно, куда они шли, но они здесь были. Они здесь были, здесь, видимо, что-то везли. Так, у нас Агафья проснулась. Это не от шахты. Не-не-не. Это от большой фуры. Такие ремни у них. Да, по-моему? Что это? Ремень. Ну, фуры закрывают, да. Миш, ты лучше там не трогай, сейчас тебе палец прищи, Миш. Такая штука. Интересная. Ну, это не от шахты, Леша. Говорит, классно было бы найти чего-нибудь с шахтой. Ладно, пойдемте. Пойдемте дальше. Агафонь, ты проснулась? Да? Ты спала, что ли? С краем. Да? Нам нужно перейти в мост. Вот здесь вот. Но там нету прохода для людей, для колясок, поэтому мы тихонечко вот так выезжаем. Леша, Миша, с краю идти. И быстренько тоже не тормозить. Вон там вот лес. Мы идем сейчас... Помните, мы проходили здесь? Идем по мосту небольшому. Так. Леша, Миша, давайте. Машина едет большая. Дальше здесь начинается уже асфальт. Смотрите, о чем показать. На асфальте видите вот эти кирпички? Не кирпички, это камень на самом деле. Это вот раньше вот эти вот улочки. Они были все вот из такого камня. Видите, он вылезает из-под тротуара. На старинных фотографиях везде такой пол. Будь здоров, Миша. И это вот тоже эти дома. Это вот шахтерские, обычные шахтерские дома. Смотрите, здесь тоже вылазит этот пол. В общем, мы уже добрались почти до нашего района. Как я сказала, тут такие дома шахтерские, интересные. Лично для меня сто раз уже повторяю. Смотрите, вот эта улица, с зады здесь этих домов выходят. Здесь собирали всегда мусор. Видите, стоят мусорные баки. Здесь вот собирают мусор. Мусорная машина приезжает, собирает. А здесь было большое поле. Не знаю, что было до этого. Может быть, какие-то дома здесь стояли тоже. Большое поле, которое было застроено домами, не знаю, лет, наверное, 7 назад. Это вот уже новая постройка, новые дома. Тоже небольшие такие. В общем, мы идем домой. Начинается небольшой дождик. Но, в принципе, ни жарко, ни холодно. Прекрасная погода, да, Леш-Миш? Что еще? Конфетку дать? Сейчас я тебе дам конфетку. В общем, я со всеми прощаюсь. Да, Леш-Миш? Прощайтесь со всеми. Всем пока. С вами была Надежда, Михаил, Алексей и даже кто? Как тебя зовут? Ганя. Такие вот дома. У них небольшие лесенки, чтобы подняться в дом. А внизу еще было... Есть села, так называемая. Подвал. Вон окошко видно. Подвал. Классные дома. У них очень высокие потолки. Высокие потолки. По крайней мере, на первом этаже. Еще есть подвал большой под всем домом. Как бункер. Как бункер? Нет, просто раньше холодильников не было. Все хранили в села. Что, конечно, отличало ту жизнь, те улицы, те дома и сегодняшние. Сегодня очень грязные улицы. Много всякого мусора, бутылок, пластмасса. Только в этих простых, таких бедных шахтерских районах. А раньше эти районы, в этих районах, каждая хозяйка мыла перед своим домом. Есть фотографии, где хозяйки, видны хозяйки, которые моют шампунем там совсем. Вот этот вот тротуар. И, естественно, всяких бутылок, всяких бумажек было всего меньше. Их не кидали на пол. Так что полы были на улице. Тротуары были намного чище, чем сейчас. Субтитры сделал DimaTorzok